Ничья, но очень нужна. Вокруг старой дороги между Первоуральском и Ревдой разгорелся спор. На днях Ревдинская ГИБДД выступила с предложением ее закрыть. Между тем, дорогой пользуются сотни автомобилистов. Этой дорогой Сергей Егошев каждый день ездит на работу. Живет он в Первоуральске, а трудится на ревдинском предприятии Сумс. Для меня это единственная удобная связь между Первоуральском и Ревдой. Так как сам проживаю в Первоуральске, а работаю в Ревде. Также у меня родственники проживают там. Естественно, это более удобная и комфортная для меня дорога. Старая дорога на Ревду позволяет сэкономить массу времени. К тому же здесь не бывает пробок. От дома до работы 15-20 минут. Это с учетом того, что если даже закрыт переезд. То есть именно по этой дороге. Если ехать по трассе, то 30-40 минут у меня занимает. Это с пробками. Предложение закрыть эту дорогу на днях озвучила ГИБДД города Ревды. Причина – неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Из-за чего за последнее время здесь произошли несколько ДТП. К тому же сюда нелегально свозят мусор. И несанкционированные свалки возникают прямо на обочине. Решил несанкционированно вывалить мусор в лесном массиве. Съехал с данной автодороги, где наехал на своего же разнорабочего при выгрузке мусора. В связи с этим нами выдано предписание ООО «Куркомхоз» на устранение несанкционированных примыканий. Дорогой пользуются официальные перевозчики мусора Первоуральска и Ревды. Именно здесь располагается полигон бытовых отходов. Цель начальника ГИБДД – это перекрыть полностью движение. Мы ему письмо написали такого плана, что, пожалуйста, не перекрывайте проезд до полигона, иначе мы не сможем принимать отходы от населения Дегтярской Ревды. Когда начали разбираться, выяснили, что дорога не принадлежит ни Ревде, ни Первоуральску. Следовательно, и ремонтировать ее некому. Чтобы доставлять мусор на полигон, перевозчики сами занимаются грейдированием и отсыпкой дорожного полотна. Мы просто заинтересованы в том, чтобы дорога соответствовала минимальным требованиям, в которые можно ездить. Зимой мы просто чистим снег, грейдируем. Летом, в прошлом году, мы завезли щебень. Вопрос по старой ревдинской дороге рассмотрела комиссия по безопасности движения и вынесла решение – дорогу должна взять на баланс администрация городского округа Ревды. Впрочем, пока чиновники не торопятся выполнять предписания ГИБДД. Таисия Пономарева, Дамир Харисов, Служба народных новостей.